Девушки за ним! На вопрос мой в чём причина? Он ответил как мужчина! Я всегда с собой беру видеокамеру! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Здравствуйте, наши уважаемые телезрители! Здравствуйте, дорогие гости и участники нашей сегодняшней передачи! В эфире сам себе режиссёр! В эфире сам себе режиссёр! А за окнами весна! Какое чудесное настроение! И как много селени, свежести и цветов! И как много девушек хороших! Как много ласковых имён! Но лишь одно из них тревожно! А ты случайно не влюбился? Я ещё нет! Но если бы ты видел, что творится у нас в кафе Баскин-Робинс! Каждый второй посетитель влюблён в каждого шестого! Каждый первый в каждого пятого! Каждый седьмой в каждого девятого! В общем, они приходят парами! Садятся друг напротив друга! Смотрят друг другу в глаза! И тут же становится понятно, что это Либен-Либен! Амор и Амо! В общем, любовь! Так! А с тобой-то что? Со мной! Но как? Это же очень заразное состояние! Стоит на них посмотреть! И... Оу! Очень хочется кому-нибудь признаться в любви! Вот я сейчас... Последний... Держиваюсь, чтобы кому-нибудь не признаться! Скажи, пожалуйста, а ты пробовал смотреть не на влюблённых, а на что-нибудь другое? Вот давай сейчас попробуем внимательно посмотреть на экран! Товарищ мужчина, вы в математике разбираетесь? Ну, немного есть! Ну, тогда слушайте условия задачи! Из пункта А в пункт Б вышел автобус со скоростью 60 километров в час! Вопрос! Почему меня туда не пустили? Степашка! Чего, Филя? Давай наш любимую споём! Давай! Три, четыре! Пяту, сталая, луна, голубая! Филь, чего петь-то будем? Васильда Леопольдовна, будьте так добры! Отвезите меня на кухню! Марк Анатольевич, я к вам всё время как женщина прихожу! А вы со мной как с трамваем обращались! Ну, простите, голубушка, ну, жизнь такая! Ну, я понимаю, садись, только билетик прокомпостируйте! Это мы за всегда! Василий, чё-то курить-то так хочется, а? Ой, сейчас, Семён Степанович, раз плюнуть! А, товарищ, товарищ в рубашечке с коротким рукавом! Да не вы в косыночке! Отойдите вы от клетки, не мешайте! Не слышит, жалко! Сейчас, Семён Степанович! О, мужик, мужик! Мужик в очках! Закурить бы... Эх, нет, боюсь, так мы сегодня и не покурим! Опыт подсказывает мне, что в начале программы самое главное быстро разогнаться, поэтому мы сейчас сразу без перехода идём к нашим следующим сюжетам. Ну, а затормозить мы когда-нибудь успеем. Я буду долго гнать велосипед В глутых полях его остановлю А как же его остановлю-то? Остановлю-то его как? А, вон барсик спит! Об него и остановлю! Здорово! Это лишнее, мы не в эфире. А, ну да. Привет, Филь! Привет! Ну, как лето провёл? Нормально, на Канарах статевали. А, замечательно. По тебе видно, загоревший такой. А ты как, Хрюш? Ну, я всё в деревне, молоко, сметана. По тебе тоже видно. Ну, ты не волнуйся, я к съёмкам-то похудею. О, Эдуард! Нам йогурт кинули! Ну, при чём здесь йогурт, Феденька? Стакан главное! Да, но в нём же йогурт! Да бог с ним, с йогуртом-то! Стакан нам нужен! Так шо, йогурта выбрасывать, что ли? Ничего выбрасывать не надо! Наливаем, выпиваем! Ах, и твоим йогуртом закусываем! Ну, и как йогурт? Да как-как, кефир как кефир! Честно говоря, глядя на вооружённого человека, улыбаться не очень хочется. А глядя на трёх вооружённых людей, ну, тем более, как ни странно, героям нашего следующего сюжета это никак не относится. Хотя, с вооружением у них всё в полном порядке. Куда? Куда стоять? Эх, быстро поднятые, не считаются упавшим. Никто ничего не видел. Как никто не видел? Вон японские туристы смотрят! Да ты им на глаза посмотри, видишь, какие узкие? Они ж спят. Мужики, ну хватит! Ну, мужики, ну поехали! Ну, чё ты привязался-то? Ну, сгорит же всё! Ну, как он у тебя сгорит? За полчаса, 32 этажа, смеёшься, что ли? А у нас матч принципиальный. Вот, оп, уже 9-8. А мы как раз до 10 играть договаривали. Ой, сколько гнилой, а! И у меня гнилая, слушай. Откуда же такую гуманитарную помощь-то прислали? Так это же из Никарагу. А, это то, что мы им в прошлом годе посылали, когда у них кризис был. Ну да! Вот порядочные люди. Теперь у нас кризис, они нам прислали. А дальше чё? Ну, видишь, дети пришли. Ну ладно, ты по жестам понимаешь. Значит, мы в лодке с ней сидим, а я, значит, грибу-грибу, грибу-грибу, грибу-грибу. Вдруг она говорит, суши весла, муж приплыл. Я гляжу, действительно такой рогатенький заходит и говорит, а ну-ка, убирай свой спиннинг. Я, значит, здесь прикармливал, а ты грибёшь, да как заорёт на меня, меня ж скукожило в лодке. Как это здорово, горести, удовольствие. Соберите 7 разных фруктовых историй, и вы обязательно получите подарок от J7. А трое из вас станут обладателями автомобилей. Вручение главных призов состоится в одной из наших июньских программ. Ну что ж, а теперь пришло время познакомить вас с новыми участниками нашего традиционного конкурса «Слабо». Здравствуйте, меня зовут Арсень. Сейчас я вам покажу, что я умею. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, я Дроздов Олег. Мне 14 лет. Я из Пензии. Я умею делать так. А теперь так. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я решил синтезировать индийский йогу, русский атлетизм и землеплога. Посмотрите, что это получилось. Субтитры делал DimaTorzok Итак, победителем сегодняшнего конкурса «Слабо» становится Евгений Калинин, город Никополь, Украина. АПЛОДИСМЕНТЫ О, побежал. Ты-то здесь в плечо, ты-то здесь в плечо. И ты же в воду окунал. Первый вопрос. Холодно было? Я уже привык. А вы уже привыкли? Я два года занимаюсь день им плавания. Два года. Я так понимаю, что вы еще занимаетесь параллельно йогой. Атлетизмом. Йога, атлетизмом, все вместе. Ага. Скажите, а у вас есть какая-нибудь мечта, которая лично вам кажется совершенно несбыточной? Пожалуй, нет. Ага. Вы человек практичный. Захотели выиграть в конкурсе «Слабо» и выиграли. В общем, как и я. Захотел стать «Илим-звездой». И вот, пожалуйста, стал. Сейчас жду Оскара. Ну, я думаю, что мы, как два практика, с вами не раз еще увидимся в кафе «Баскин Робинс». И там сможем обсудить все наши проблемы и предаваться всем нашим несбыточным мечтам. А я жду вас приходить. Я вижу, что я встал. Это долгие годы тренировок. Я вас поздравляю. Во-первых, от нашей передачи три видеокассеты «Санксервиспер» полное снообразие членей. Я надеюсь, что это не все, будет еще больше. Во-вторых, от наших друзей, компании «Весолин» единая пейджинговая. Крупнейшего пейджинг-оператора России. Вот такая майка со словами «Все будет». Если вы будете с ними, у вас действительно все будет. И, конечно же, от нашей передачи «Видеомэкетафон». Спасибо. Ну что, поедем дальше. Ой, внучок, я ж про тебя совсем забыла. Это хорошо, что забыла, я выспался. Ой, да два дня ж уж прошло, а. Ну, сейчас-то вспомнила. Ага. С тобой, партнер. Кушать пора, иди, ну. Не ну-ка идти, не запрягли. Ваня, умничный, да? Иди давай, вперед давай, двигай. Я тебя двину, я тебя сейчас так двину. Что ты делаешь? Я за тобой ухаживаю, а ты... Кто так ухаживает? Когда ухаживают, руку целую цветы дарят. Фуфан. Товарищ, я бы на вашем месте с ребёнка шапочку сняла. Разберёмся. А тут и разбираться нечего, ему жарко, он потеет. Я бы просто взяла и сняла шапочку. Я сказал, разберёмся. Я тебя самого сейчас сниму с ребёнка. Не надо, спокойно. Что вы делаете, товарищ? О, петля утягивается, товарищ. Пускай будет в шапке, только встаньте. Встаньте, я прошу. Всё, сова, открывай, открывай. Я понял, что в клетке действительно плохо. Это ты сейчас понял, через пять минут, что плохо. А через два-три часа ты поймёшь, что в клетке просто... Как бы тебе сказать-то? Очень плохо. Как это здорово, гости, удовольствие. Ну, а теперь пришло время представить вам претендентов на победу в нашей сегодняшней передаче. Итак, первый претендент, автор боевика, пассажир номер 57. Лава принеси мне, червонец, за штраф отдать. Александр Куровчёнок, город Пагар, Брянской области. Саша, скажите, пожалуйста, а кто в кадре-то? Это были проводы просто. И попросили... Проводы в армию? Да. И вот так отправлялись. Просто автобус уже поехал, конец провод. Видимо, автобус армейский. Сейчас в армии денег не хватает. Держите, пожалуйста, а если бы вот вам самому предложили полететь на воздушном шаре, вы бы отказались или не отказались? Не отказались. Но если вот всё-таки вам когда-нибудь предложат полететь, а вы по какой-то причине не сможете, ну, не сможете, вы тогда свяжитесь со мной по телефону, говорите, пинки, вылетай, я полечу вместо вас. А потом приглашу вас в КП «Баскин-Робинс». Поставлю всяких угощений, десерство красных. И расскажу, как прошёл полёт. Ладно, договорились? Ну что ж, а сейчас мы вместе с Кирки желаем вам удачи. Во-первых, от нашей программы «Три видеокассеты» «Сам себе режиссёр» полное собрание сочинений. Во-вторых, от наших друзей, компании «Бессолинф» «Единая пейджинговая». Вот такая майка с надписью «Всё будет». И, конечно же, от нашей передачи «Фотоаппарат». У вас, меня тоже небольшой подарок. Это вам. Ну а мы с вами, дорогие друзья, переходим к нашему следующему претенденту. Это автор экзотической комедии «Каникулы Бонифация». Девушка, платите два доллара, становитесь сюда, будем делить фотографии на память. А ничего. Олег Гнеушев, город Москва. Олег, тигр ваш? Тигр не мой. Обидно. А девушка ваша? Знакомая. Уже хорошо. Олег, вы знаете, у меня сегодня такой глубокий интерес к полётам. Вот вы и как к полётам относитесь сами? Что предпочитаете? Воздушный шар? Эй, Дельтоплан или, может быть, ковёр самолёт? Ковёр самолёт. Ковёр самолёт? Скажите, а вот у вас от высоты или от недостатка кислорода голова не будет кружиться? Нет. Не будет? Ха! А вот в кафе «Баскин Робинс», которое расположено совсем не на горных вершинах и не в Поднебесье, голова точно закружится от богатого выбора и неземного удовольствия. Приходите ко мне и даже летать никуда не надо. Олег, а пока придите от нас в подарок. Во-первых, три видеокрасеты, сам себе режиссёр, полное собрание сочинений. Во-вторых, от наших друзей, компании «Вес Солин» и «Единая пейджинговая», крупнейшего пейджинг-оператора России, футболка с надписью «Всё будет». С ними у вас всё будет. И, конечно же, от нас, от нашей передачи фотоаппарат. И от меня тоже небольшой подарочек. Возьмите, это вам! А мы с вами, дорогие друзья, переходим к нашему следующему претенденту. Это автор ремейка детектива «Место встречи изменить нельзя». Бабанька, ты мне Аню к трубочке позови. Нет её, чё передать? Скажи, Шарапов звонил? Весточку от Фокса притаранил. Владимир Семёнов, село Береговое Краснодарского края. Владимир сам приехать не смог, зато приехала его очаровательная жена Татьяна. Она звалась Татьяна. Скажите, кто в кадре? Дочка. Ваша дочка с Владимиром. Скажите, а вы сюда к нам на самолёте летели, да? Да. То есть у вас самые свежие впечатления от полёта? Тогда мы с вами сейчас будем сравнивать два самых ярких впечатления в жизни. Полёт на высоте 10 тысяч метров и посещение кафе Баскин-Робинс. Приходите. Это самое лучшее впечатление на свете. Самое приятное. Приходите ко мне. А пока примите от нас подарок. Во-первых, три видеокассеты. Сам супердисёрт, избранные. Во-вторых, от наших друзей. Компания Вес Салинк. Единая пейджинговая. Крупнейшего пейджинг-оператора России. И майка с надписью. Всё будет. Хорошо. И фотоаппарат от наших друзей. А от меня лично тоже небольшой подарочек. Лично вам поздравляю. Ну что ж, дорогие друзья, пока студия голосует и из трёх претендентов выбирает лучшего, то есть победителя, вместе с нашим Пинки выбирает, мы с вами немножко отдохнём и посмотрим ещё несколько видеосюжетов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все волнуются. Олег Гнеушев, город Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СЛОВА НАПОСЛЕДОК Хочу сказать спасибо всем зрителям, которые оценили эту жизненную ситуацию так же, как и я, потому что я прислал её сам себе режиссёр, потому что считал, что это может победить. Спасибо. Мы вас поздравляем. Примите от нас подарок. Во-первых, от наших друзей, компании «Вес Солинк Единая Пейзинговая», крупнейшего оператора, пейзинга оператора России. Вот такую электронную записную книжку. Во-вторых, от фирмы «ММС» для вашего будущего автомобиля, и, может быть, настоящего, я не знаю, как у вас там. Вот такая современная, надёжная автосиквализация «Аллигатор», прекрасно защищающая ваш автомобиль. Её могут вам установить любой ближайший дилер фирмы «ММС», установят бесплатно. И, конечно же, символ нашей передачи от нас всех, от меня лично, от всех операторов, режиссёров, администраторов – видеокамера. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что по итогам года один из наших авторов получит в подарок вот такой замечательный автомобиль «Жигули», предоставленный нашими друзьями, компанией «Вес Солинк Единая Пейзинговая». А вот кто станет этим счастливчиком, решать вам. Для этого надо просто позвонить нам на пейджер по телефону 974-01-11 для абонента «Сам себе режиссёр» и сказать, какой из сюжетов вам понравился больше всего. Огромное спасибо всем гостям, участникам и авторам нашей сегодняшней передачи. Также огромное спасибо нашим друзьям, компании «Вес Солинк Единая Пейзинговая» за надёжную предоставленную пейзинговую связь. И не забывайте, что мы ждём от вас новые видеоматериалы. А я ещё раз напоминаю всем романтикам и мечтателям, что их ждёт кафе «Баскин Родинк». И настоящее удовольствие не где-то там, за горами, за морями, за лесами, а вот, может быть, здесь, в вашем городе, может быть, даже на вашей улице. Так что приходите, я вас жду. До встречи через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова